рады представить гости нашей студии астролог номеролог виджай доброе утро вам спасибо большое что вы с нами и так в первую очередь вопрос к вам а как же определить эту судьбу скажем так и предназначение человека потому что все время мы перед выбором каким-то что-то ищем какой путь выбрать либо работу какую и соответственно либо сферу в которой стоит получить образование потом работать а либо же это личная жизнь все время выбор как его определить наука астрологии дает простые инструменты начиная с того что есть здравый смысл первую очередь нужно смотреть какое образование уже сейчас есть у человека дальше какое общение он получает и третье это уже используются техники астрологические одна из них физиогномика другая там хирология хиромантия и расчеты до без которых ни одна вычислительная скажем так техника не обходится вот и с помощью этих инструментов можно скажем так довести до до более менее такого приземленного и точного варианта понимания себя своей идентификации своей природы если мы говорим об этой идентификации насколько это точно и насколько точно можно дать вот результат в каком направлении двигаться есть 9 психотипов 9 восточной астрологии используется 9 планет первое это солнце и они также на руках расположены на лице на физиогномики или на строение тела речи то есть все эти вещи есть специальные техники считывания людей просто три минуты можно пообщаться и понять какие планеты на человека влияет и куда ему лучше идти в направлении деятельности как страшно общаться с вами вы сразу сможете просканировать и соответственно например вот эти вот мочки указывают на то что человек очень разумный и интеллектуальный да то есть но это не значит что если у него мочки и он сразу едва ли то есть нужно как знаете это последний потенциал да просто когда есть предрасположенность некоторые но она дает скажем так 33 3 в периоде до процент вероятности того что человека есть как бы стартап потому что на человека влияет фактор общения фактор воспитания или аскеза то есть те усилия которые в свою жизнь привносит менять свою жизнь также может быть он не хочет вставать утром и идти на работу или на пробежку но он делает это улучшает до свою судьбу он уже скажем так не около подъезда стоит с банкой пива да а уже в другом тонусе круг общения меняется с кем поведешься того и наберешься да то есть это два мощных фактора и астрология которая говорит что у человека изначально есть какая предрасположенность то есть он может быть певцом музыкантом слесарем может быть и то и другое то есть есть разношерстные такие планеты которые влияют на него и мы вот как раз на семинарах тренингах мастер-классах в личных беседах до консультативных я все это доношу точечно какие есть скажем так букеты да или винегреты вот этих вот если говорить об этих планетах и соответственно о самой идентификации человек может идентифицировать скажем так и найти ответ сам для себя или нужно обращаться к кому-то да в том то и дело что это и очень простые на технологии то есть не надо там 20 лет или 11 лет как мои студенты учатся после 25 лет обучения астрологии они приходят и и и не понимают это оказывается так просто если у вас села батарейка на ноутбуке вы уже не астролог то есть здесь простые на самом деле примеры и я буду этим делиться этими техниками простыми инструментами человек может понять не только себя но еще окружающих ключи общения с другими стиль общения это все очень просто и открыто и доступно вот если мы говорили о мочке этом предрасположенность к и большому потенциалу интеллектуальному какие еще в это внешние скажем так элементы части тела могут выказать вы хотите чтоб я вам все рассказал хотя бы хотя бы что то в то что она же сразу интерес но очень просто например по высокому росту можно сказать о человеке что он видный ну как в прямом смысле так и переносном он дальновидный и так далее но если его общение скажем так приземленного варианта то конечно все это нивелируется и и человек может маленького роста быть но благодаря общению посмотри скидь по сути изменить можно абсолютно все любой приду но третья рука не вырастет но например если ноготь да там но может вырасти то есть до какой-то степени то есть науков астрология она не фатальна да есть некоторая неизбежность другими словами вот ноль лет вот сто лет жизни до родился болезнь старость рождение и смерть понятно неизбежно но как провести вы здесь максимально активно идентифицировать себя где ты находишься как общаться полнете а максимально ярко да можно жить как овоща можно как человек осмысленно осознанно а если говорить вот лично о вас когда вы пришли к этому не соответственно насколько это помогло в жизни девяносто восьмого года я изучаю эту науку и до сих пор вот а с 2001 года очень активно занимаюсь консультативной деятельностью преподавательской сам я закончил физмат программиста то есть несколько высших образований и это то есть я изучал сопромат очень сложные вычислительные моменты только на пятом курсе я понял что оказывается это там какая-то формула сложная это просто описание гиперболического параболоида вручную расчет все эти интегралы дифференциальные функции на самом деле любой человек может овладеть простой наукой санхьяшастра или анализ вычисления так называемая нумерология но это не совсем точный перевод нужно просто считать до 9 я это покажу на своих занятиях вот такая на самом деле у меня сейчас открываются зрачки потому что а есть возможность узнать о себе намного больше а давайте теперь такой небольшой эксперимент прямо в эфире вы уже три минуты говорили три минуты и вы готовы рассказать о человеке все я готов друзья перед вами открыться бесплатная консультация как же нет виктор мне нужно ваша дата рождения 905 и 1905 905 все понял да мы готовы открыть все карты мои перед зрителями вас выражен меркурий марс и меркурий марс марс дает очень быструю реакцию мгновенно включаетесь мобилизе а вот сейчас сразу оборота можно вывести и на юмор и на гнев то есть поэтому юмор улучшает вашу судьбу с чем проще вы относитесь каким-то событийным моментом тем лучше ваша судьба то есть вы как бы отрабатываете но не нарабатываете в негативном моменте меркурий дает очень хорошую коммуникабельность то есть у вас не говорит не получится это язык без костей или как это назвать то есть когда вы говорите вы прям верите в то что говорите может у вас еще никакого предприятия нет но уже спонсоров вы нашли потому что вам нравится как вы говорите я слышу как смеется наша группа творческая я ну то есть но я намного больше могу рассказать о вас дальше даже больше вас знаю чем вы самого себя это очень страшно есть даже такие техники но здесь я не буду очень глубоко интимной сферы скрывать потому что можно отследить событийный ряд прошлого тоже можно точечно попасть по месяцам даже по датам какие события основные боже какая как круто на самом деле друзья ну и конечно же самый главный вопрос как этому можно научиться этому научиться но я не ставлю это целью учения но если кто-то хочет кто-то например рожден там 21 ли там 3 числа 21 12 30 вот эти люди очень склонны к обучению да есть также планеты которые указывают ну вот например дата рождения определенно да указывают что у человека есть склонность предрасположенность к астрологии нумерологии психологии семейной педагогики и так далее вот семейному консультированию у них прямо это есть то есть им не нужно учиться как собаки например проходить таможенный курс обучения чтобы определить где что да где запретные вещества есть это интуиция тоже люди которые уже обладают этой интуиции общения коммуникабельностью и точностью такой с полуоборотом считывает людей как открытую книгу да открыли только дверь денег нет закрой дверь сразу считают есть такие люди и а это все как бы наука астрологии она подтверждает ли не на руках показывает ресурсность вот и все это простые рабочие практики которые работают и помогают понять как лучше служить обществу богу то есть ну быть максимально реализованным в этом мире то есть это инструмент помогающий то есть но мы не идем от него от цифр от даты рождения нет нужно идти от качеств потому что это фактор общения воспитания все это уже вспомогательная скажем так элемент поэтому друзья как видите можно себя узнать раскрытие все секреты о себе у меня если честно уже полез ли глаза на лоб а от некоторых фактов мне уже интересно поэтому вам спасибо большое за то что сегодня к нам пришли в студию у вас друзья также есть уникальная возможность пообщаться с нашим героем лично а фейсбуке можете найти по встрече которая будет проходить николаеве вам спасибо вам вдохновение в поиске таких открытых книг где деньги есть вам спасибо еще раз говорю в поиске